Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Final Fantasy VII Remake. Как помните, в прошлом выпуске добрались до Сектора VII, Трущобы. Предлагаю отправляться его исследовать потихонечку. Посмотрим, что здесь есть. Но у нас сейчас есть основное задание прийти, естественно, в бар Седьмое Небо, потому что там работает Тифа. Тифа... Ну, в общем, игра сама все расскажет. Повторяем. Предметы первой необходимости в данный момент раздаются в лобби здания Шинра. Доктора также расположены в здании Шинра. Если вы не в состоянии сами добраться до здания Шинра, пожалуйста свяжитесь с ближайшим сотрудником, чтобы он оказал вам помощь. Ну понятно, они все повернули в свою пользу, ясно. Но вы понимаете, что руководитель президент сам взорвал, отдал приказ взорвать этот реактор, чтобы все пострадали. Мы все это видели, может быть пропустили в первой части. Орлин? Папа, ты вернулся? Да, мой ангелочек, я вернулся. Добро пожаловать. Ты была хорошей девочкой? Да, я помогала Тифе. Ты помогала, да? Молодец. Ты справился. Где ты это достал? Я не помню последний раз, когда я видела настоящие цветы. Как мило. Когда ты стал таким заботливым? Человек может поменяться. Прошло пять лет. Мне нужно поговорить с Барретом. Хорошо, заходи. Папочка, место с Мака взорвалось. Постелизору все об этом разговаривают. Не переживай об этих глупостях. Папочка здесь и сегодня уже больше никуда не уйдет. Выключи эту штуку и иди в постель, а? Ну-ка. Блин, я с ним хотел поговорить. Эй! Какого черта ты делаешь? Почему ты пугаешь мою дочку? Папа сказал никогда не разговаривать с незнакомцами. Какая же ты у меня хорошая девочка. Помнишь то, чему папа тебя учит. А знаешь, что еще хорошие девочки делают? Они отправляются спать вовремя. Давай. Но я еще не устала. Я хочу еще поговорить, папочка. Ну ладно. Но только в этот раз. Итак, что я могу тебе предложить? Мои деньги. Я все еще их жду. Эм... Ну да. Об этом... Нужно поговорить... наружи. Ноки? Папочка? А люди, которые умерли, вернулись с планеты? Конечно. Пусть это будет тебе уроком. Да я не хотел с ней говорить честно, случайно, потому что... Ладно, пошли с Тифой поговорим. Перед тем, как мы перейдем к деньгам, здесь есть пустая комната, она дальше вниз по дороге. Ничего особенного, но... Я думал, может ты там сможешь остановиться на какое-то время. Владелица наша хорошая подруга, так что тебе не придется платить аренду. Как на это смотришь? Отлично. Спасибо. Тогда пошли. Ну как прошло? Там было... хаотично. Извини, что я втянул тебя во все это. Это было неправильно, с моей стороны, подвергнуть тебя такой опасности. Я обещаю больше, чтобы не сделаю. Опасность это часть работы, не переживай за меня. Я постараюсь. Всегда рад насолить Шинри. Ну так что ты со всеми поладил? Ну насколько это возможно? Хорошо. А то я беспокоилась. А то ты не очень общительный человек. Так и есть. Я видела восьмой сектор по новостям. Было ощущение, что это зона боевых действий. Новости это лишь рупор корпорации Шинра. Они будут распространять ту ложь, которую им велят. И значит, там было не так все плохо? Было плохо. А, понятно. И вот мы пришли. Старый добрый вершина звездочета. Ты живешь на втором этаже. Я сплю в 201-й комнате. На большее здесь мне не остается времени с загруженностью в седьмых небесах. Даже нет времени, чтобы украсть. А вот и твоя комната. 202-я. Не беспокойся. Я уже сказала хозяйке о тебе. Ты сказала? Да. А, я имею в виду, что я сказала, что у меня есть друг, который ищет место, где можно остановиться. Это было слишком? Нет. Все хорошо. А эта комната? Это... Ты знаешь что? Сейчас уже поздно. Я представлю вас завтра. Здесь немножко пастовато, но я надеюсь, что этого будет достаточно переночевать. Если тебе нужно что-то еще, мы всегда можем это достать. Есть одна вещь. Мои деньги. Вы, ребята, должны мне две тысячи. Да. И мы бы хотели все уладить. Особенно учитывая, что это твоя первая работа для нас. Но... Это все? Извини. Мы истратили остальное в приготовлении к миссии. Это действительно все. Но ненадолго. Завтра я соберу деньги с продажей фильтров, так что я смогу расплатиться с тобой. И ты в этом уверена? Конечно. Если ты мне поможешь с этим. Подожди. Тогда мне придется освободить тебя и за это тоже. А, неважно. Да нет. Двух тысяч достаточно. Ведь мы именно на это договорились. Так что это и будет финальная цена. С тем, что ты мне сейчас дала, это еще 15 сотен. Ты лучший. Тогда увидимся рано с утра около бара. Спасибо еще раз за все. Спокойной ночи. Да уж. Ну ладно, не, на самом деле нормально. Комната как комната. Мотель есть мотель. Похоже, время представиться. Да у кого-то в желудке урчит. Че за фигня. Эй. У тебя все в порядке? Я захожу. Ну ладно… Клау, стой! Спрячься внутри! Отстань от меня! Воссоединение. Воссоединение. Что ты делаешь у Марка? Это его комната. У него есть проблемы, но он неплохой человек. Хозяйка попросила приглядывать меня за ним, чтобы проверять, все ли у него в порядке. Могу я тебя попросить сделать то же самое? Конечно. Итак, ты должно быть Клауд. Я Марк, твоя хозяйка. Но так как тебе понравилось место, ты из верхних секторов? Я бывал там. Я не сомневалась. Да, это не важно. Здесь бывают разные люди по разным причинам. Если тебе нужно будет с кем-то поговорить о серьезном, ты можешь поговорить со мной. А всем чем угодно. Даже Тифи. Кто она вам? Внучка, которой у меня никогда не было. И если ты ей навредишь, я с тебя шкуру спущу. Ты меня слышишь? Громко и отчетливо. Отлично. Теперь тебе лучше направляться с теми небеса. Она уже к этому моменту должна быть там. Ну что, пошли потихоньку. Я не знаю, осмотреться, не осмотреться. По большому счету, у нас с вами будет предостаточно времени, чтобы все это дело смотреть, так что предлагаю отправляться просто в бар. Нам вроде сюда, потому что ночью я просто шел за ней, читал, там переводил текст. И совершенно не осмотрелся по сторонам. Кафешка какая-то. То есть тут, скорее всего, магазинчики будут, магазинчики. Бар сюда. Кошка, привет. Не, поговорить нельзя. Доброе утро. Привет. Просто чтоб ты знал, Марин еще спит. Давай перейдем к делу. Ладно. Эти водяные фильтры сами себя не заменят. Хотя, возможно, если их пропатчить, то и смогут. Но этим должна заняться Джейси. Почти в каждом доме есть водяной фильтр. Люди их обожают, потому что не убирают из воды запах милых яиц. Честно говоря, они нам приносят больше денег, чем бар. И это довольно-таки простые деньги. Мы приносим фильтры, забираем старые, и они нам платят. Что? Отстань ты с этим. Я не продавец. Я солдат. Именно поэтому никто не откажется заплатить тебе. Ну что скажешь? Пожалуйста. Ладно, давай с этим разберемся. Отлично. И пока мы это будем делать, я проведу для тебя небольшой тур. Ты можешь забрать абсолютно все, что мы сегодня соберем. Я вижу, что у тебя нет никакого багажа, это значит, что тебе понадобятся вещи. Спасибо. И не беспокойся, мы тебе заплатим разницу позднее. Барри тоже сейчас занимается сбором денег. Надеюсь, я сегодня получу все. Вы можете услышать музыку, исходящую из магазинов или определенных персонажей. Так что ты можешь приблизиться к источнику музыки, там где появится иконка. Ну и, собственно говоря, себе приобрести эту композицию. Понятно. А где это? Ну там была музыка раньше. Привет. Мы пришли заменить твой водяной фильтр. Тифа, малышка, как твои дела? Я тебя так долго ждал. Подожди, а это кто? Клауд занимается сбором, так что деньги передай ему. Ха, звучит как неплохое дельце. Если тебе нужно чем-то закупиться, то я тот, кто тебе нужен. В твоих снах, чувак. Что? Клауд! Ну, раз уж мы здесь, может быть, стоит немножко закупиться. Ну, возможно, я мог бы взглянуть. Ха-ха-ха, my man. Он именно поэтому сказал, типа, ну, это сказал. Я тот человек, который тебе нужен, тот мужчина, который тебе нужен. Игра слов. Это такое в твоих снах. Ладно, давайте купим здесь эту музыку как раз. Бог с ним, пускай будет. Спасибо. Если тебе что-то еще понадобится на рынке, то заглядывай. А особенно если Тифа будет с тобой. Ладно, мы за как-нибудь заглянем. Оправляемся дальше, посмотрим, где нужно еще поменять фильтр. Он здесь за всегда ты. Если будешь здесь закупаться, возможно, нужно ли тебе подкинуть просто так? Да уж скорее для тебя. Ну, если бы ты был немножечко более милым, ради бесплатной фигни, это не мой стиль. Наша следующая остановка и клиент, хозяйка отеля. Я только что встретил ее. Ну, значит, ты знаешь, что от нее ожидать. Запомни. Она очень хороший друг лавины, так что будь с ней мил. Пожалуйста. Да с ней не будешь мил, она сама тебе задаст. О, он нас называет террористической группой, то есть они обсуждают взрыв. Эй, Марл. Я принесла для тебя фильтры. Тифа, моя дорогая, дорогая девочка. А, а она здесь что делает? Работаю. Будь добрее. Клауд помогает мне с собиранием денег. Ты лучше заботиться о ней. А я и сама как бы справляюсь. Я знаю. Но лучше пускай уж он это делает, а не ты сама. Не очарование, не остроумие, огромный меч, но нету навыков. У меня есть навыки. Будь добрее. Я стараюсь. Ты выглядишь очень угрюмым. Ты хорошо спишь? Хороший долгий отдых может вылечить абсолютно все. Это отличный урок жизни на нижнем уровне. Я права? Да. Ты права. Так, ваши деньги. Спасибо, Марл. Будь аккуратнее. Я делаю ничего, чтобы я не стала делать. Соответственно, здесь мы просто можем отдохнуть, чтобы установить здоровье и ману. Марла великолепна. Она так-то помогла мне здесь обустроиться. Ты долго здесь находишься? Уже пять лет, наверное. Но это не важно. Мы должны собрать для себя деньги. Последняя остановка — это оружейный магазин. Там какой-то счетчик. Ладно, потом узнаем. Может быть, здесь арена или еще что-то. Эй, этот последний фильтр нифига не работал. Нам очень жаль об этом. Надеюсь, что этот будет работать хорошо. Оставь свои извинения при себе и вали отсюда. Хорошо. Если вы заплатите по счетам, мы сразу отсюда уйдем. Какого черта? Ты хочешь содрать с меня деньги за неработающий фильтр? Разногласиями по оплате занимается мой компаньон. Ты думаешь, можешь ломиться сюда и наслаждать свои правила? Давай-ка поспокойнее. Спасибо вам большое. Ну, вроде мы неплохо тут поработали. У тебя таким образом будет целое состояние. Почему бы не взглянуть на оружие? Ну, а когда Баррет придет с остальным? Перед нашим открытием сегодня вечером. Для этого момента еще не скоро. Так что, чем бы ты хотел заняться? Что ты хочешь делать? Даже я не знаю. В этом случае, у меня есть предложение. Хочешь услышать его? Если ты всерьез хочешь стать наемником, то тебе пора обрастать связями. Важно не то, что ты знаешь, а кто знает тебя. Понимаешь? Еще один урок о жизни на нижнем уровне. Да? Связи дают тебе работы. Работы создают тебе репутацию. И чем лучше твоя репутация, тем лучше твои связи. И с чем мне начать? А почему бы не помочь местным дозорным? Они в основном добровольцам. Таким образом ты узнаешь людей. Ну да, хорошо. Я не видел никого из них в офисе, так что давай отправимся наверх. Хорошо, пошли. Потом, потом я к тебе зайду и посмотрю оружие. Чуть попозднее. Давайте идем за ней. Я не знал, что вы сегодня охраняете форт. О, Клауд. Пришел вступить в местные дозорные? Ну, это зависит от того, чем вы занимаетесь. Да, всяким разным. Но наша основная задача разбираться с чудовищами, которые здесь бродят. Это и обучение местных, как защищаться. Знаешь, как говорят? Единственное, кто о тебе позаботится, это ты сам. Клауд отличный боец. Но только мы с вами знаем об этом. Если никто не знает о нем, никто его и не наймет. Так что я думал, если он вступит в дозор, таким образом он заработает тебе имя. Да, слушай, это может сработать. По правде говоря, нам действительно нужна твоя помощь. Мы не можем тебе заплатить. Но мы что-нибудь придумаем. Например. Как насчет твоего меча? Я могу модифицировать его для тебя? Нет, спасибо. Мне нравится он таким, как он есть. Ты что, ты имеешь пиротик модов? Вот я бы никогда не отказался от возможности улучшить свое обмондирование. Да ладно тебе, давай я хотя бы покажу, как это делается. Ну окей. Что он может с ним сделать? Итак, у нас с вами за полученные уровни есть очки СП, скиллпоинты. И мы можем вложить эти в скиллпоинты в улучшение нашего меча. Понятно, улучшение выглядит вот таким образом. То есть мы можем к нему разные атрибуты привязывать. То есть, например, мы можем повысить атаку на 5 за 4 очка. Улучшение панишер мода. Хорошо. Здесь. Магические атаки плюс 5. Ну давайте панишер мод возьмем. В принципе, в нем довольно-таки часто сражаемся. Это может быть полезно. Все хорошо. На 5% увеличение урона. И таким образом закончились очки. Ну, в принципе, это было просто. Окей, с этим закончили. Я думаю, что не нужно говорить, что тебе сначала нужно его использовать, чтобы почувствовать разницу. Спасибо. Мы даже можем сделать большее. Сказать всем, кому это интересно, о том, что в городе появился новый наемник. Он и Ведж в этом городе знают абсолютно всех. Я буду маршировать по улицам, распивая тебе дифирамбы. Даже на голодный желудок. А где эти монстры? На бульваре металлолома. Хорошие охоты. Эй, Клауд. Я отправлюсь с тобой. Нет. Я справлюсь. Но ты же не знаешь дорогу, да? Веди. Конечно. Я знаю эти улицы лучше всех остальных. Так она подсоединяется к нашему отряду, но пошли вперед. Кстати, ужинки прикольные. Это классно сделано. Так, ну это классическое аниме. Бульвар металлолома на западе. Нам нужно пройти через брикады, которые защищают нас от монстров. Но все равно стоит подготовиться на всякий пожарный. Так вот, пока что не будем распыляться и брать все подряд задания. Пойдемте туда. Тем более, я еще пока что не решил, насколько длинными будут выпуски. Как я и сказал в прошлом, скорее всего, будет все зависеть от того, сколько нужно переводить и озвучивать, и сколько это будет занимать времени. А вот и бульвар. Теперь понятно, почему монстры чувствуются здесь, как дома. И чем больше мы сюда скидываем, тем больше их появляется. Понятно. Ну, свалка, точнее. Свалочный бульвар. Бульвар металлолома. Скреп, это, ну, хлам. Металлолом. Ну, все-таки свалка немножко по-другому, по-английски. Материя. Что за материя? Материя льда. Ладно, хорошо, потом установим. Во! А вот и наша первая цель. Понятно. Да, конечно. Кстати, я хочу на самом деле за тебя посражаться. Я могу переключиться сейчас, да? Да, могу. Да. Зараза. Ну, понятно, что можно нажимать квадрат для того, чтобы наносить атаки. Соответственно, если мы будем удерживать, то нанесем один сильный удар. Ладно, хорошо. Давай проверим. Во, во, во. А, бахтеть. Класс. Смотрите, как они это реализовали. Классно. За Тифу можно сражаться. Вау. Так, вот как солдаты действуют в бою. Это была просто разминка. Не сомневаюсь. Погнали дальше. Ну, ладно. Давай, подходи, ребят. Фига себе. Я ничего не могу сделать. Он просто насел на меня и все тут. Да слезь ты. Да нет, серьезно прям. Да уж, это прям чертовски неприятно. А какая у нас задача здесь просто завалить всех или что? Ладно, давай подлечимся. Ну, ладно, пошли вперед. У нас есть отметка по заданию, я понимаю. Но я что-то как-то этот момент спустил немножко. Видимо, действительно всех завалить. Какие-то просто... Ну, крысы. И все. Верр Ред. То есть... Крыса обороте. Ты в этом очень хорош. Бросаешься в бой, как будто бы это плевое дело. Ты тоже. Я даже немножко удивлен. Ну, я здесь уже живу пять лет. Если сам за себя не постоишь, никто другой не сделает. Ну, понятно, это их как раз девиз. Слоган. И между прочим, это будет на тесте. Это что, урок? Ты должен научиться, если хочешь здесь задержаться. Слушайте, блин, прикольно за нее сражаться. Прямо как в таких стандартных битэмапах. Ну что ж, мне кажется, это последний из них. Мы их прогнали ненадолго. Конечно, нет. Но все равно люди будут благодарны даже за короткий промежуток спокойствия. Победа это победа, понимаешь? Точно. Доверься, это действительно повлияет на твою репутацию. Ладно, давай отправляться обратно к Бигсу и Веджу. Ну, погнали. Здесь... Ну ладно, секунду, здесь в коробках что-нибудь есть. Ну так, по мелочи. Можно было бы оббежать это место, но мне кажется, смысла нет. Просто отправляемся обратно. Ну ладно. Продолжение следует... О, смотрите, они сказали, что номера забитых монстров были обновлены. То есть этот счетчик, скорее всего, там отмечается, сколько забили монстров. Уже вернулись? И всех там уже завалили. Пока что трущобы будут в безопасности. Вы, ребята, прям машины. Отличная работа. А между прочим, мы о тебе всем абсолютно рассказали. Понятно. Но я должен спросить, что вы именно рассказали? Все в порядке. Все, что тебе нужно сделать, это хорошо работать. И все в ближайшее время окупится. Я обещаю. И между прочим, как меч? Отлично. Рад это слышать. Похоже, он тебе идеально подходит. Да. Мы с ним прошли через многое. С тобой все в порядке? Все в порядке. Я все хотел спросить. После того, как ты покинула деревню. Это долгая история. У меня есть время. Почему тебе есть тебе не рассказать, пока мы для тебя пытаемся найти еще работу? Звучит отлично. Я с вами. Не-не-не, ты не идешь. Давай, идите-идите. Извини, давай в следующий раз. Нечестно. Да сам подумай об этом секундочку. Они не видели друг дружку много лет. Ты будешь третьим лишним. Эй, почему бы тебе не проверить оружейный магазин? Мне это не нужно. Да ладно тебе, продавец много о тебе слышал, так что возможно он даже даст какую-то скидку. Я даже не знаю. Да пойдем проверим, потому что оружейку здесь нужно менять, и нужно покупать боль для хорошего монтирования. Ну, тут такое, конечно, монтирование. Секунду, а куда мне? Я что-то запутался немножко. Ну, рассказывай. Подожди. Я слышал, что здесь есть наемник, который может справиться с любым монстром. Это не ты ли? Слухи здесь распространяются быстро. И что если я? Ну, извини за прошлое. Я начинаю дергаться, когда дела идут плохо. Дружище, но в твоей работе ведь нужно оружие, не так ли? Почему бы тебе не примериться вот к этому мечу? Он твой, за счет заведения. Это просто шикарнейшая реклама, когда такой, как ты, будет размахивать моим оружием. Хорошо. Ну, если тебе, кстати, нужно что-то еще. Ну, просто слину. Давайте глянем, посмотрим, что у него продается. Так, у нас с вами есть... Ммм... Железная повязка и железный браслет. Ну, в принципе, можно даже... Стар браслет, то есть звездный браслет. Можно было бы это купить даже. Да давайте купим. Почему бы нет? Видите, в нем есть слоты, то есть можно вставить туда какие-нибудь еще материалы. Ну и потом будем использовать. Ну, раз ты себе раздобыл новое оружие, давай-ка его протестируем. Пойдем, поговорим немножко с Ваймером. Кем? Это парень, который отслеживает все задания, приходящие в дозор. Так что, может быть, он подкинет тебе какую-нибудь работку. Где он сейчас? О, он сейчас должен быть уже в офисе. Ну что, ладно, пошли. То есть нам нужно вернуться обратно туда. А, вот он он. Привет. Привет, Тифа. Тебе нужна помощь? Вообще-то, это я хотел бы тебе представить своего старого друга. Его зовут Клауд. Он наемник. А, ну ладно. Мы всегда в поисках хорошего, опытного бойца, чтобы помочь разобраться с огромными жуками. Я берусь за любую работу, лишь бы цена была правильной. Опытный и заначивый, да? Если тебе нужны испытания, то у меня есть парочка для тебя. Клиенту тебе расскажут детали. Докажи, что ты сможешь с ними справиться, и я подучу для тебя еще что-нибудь. Спасибо. Кандидат найден. Провожу физический анализ. Ощутимое оружие. Отличная сердечно-сосудистая система. И впечатляющий запас легких. Идеально сбалансированные мускулы и костная структура. Оптимальный кандидат. Меня зовут Чатли. Я интерн отдела исследований разработок корпорации Шинра. Я надеюсь, тебя заинтересует помощь в моем исследовании. Пожалуйста, прими это как задаток. Я бы хотел, чтобы ты разместил эту оценивающую материю в свое обмундирование. И использовал для сбора информации во время битв. Эти данные позволят мне разработать новые типы материи. Меня не интересует работа на Шинру. Ты должен знать, что моя работа направлена на подрыв деятельности корпорации Шинра. Я уверен, что ты, как никто другой, можешь оценить невероятную силу материи. А особенно то, как оно может быть использовано против наших корпоративных врагов. Если ты позднее посчитаешь, что я не достоин твоего доверия, то ты можешь сделать то, что у тебя получается лучше всего. Ловлю тебя на слове. Так что предлагаю работать вместе до тех пор, пока вы посчитаете нужным. Как только завершите задание, пожалуйста, вернитесь и доложите мне. Фух. Ну что ж. То есть он нам дал с вами какую-то материю, при помощи которой можно оценивать, я так понимаю, врагов в битвах. Ну и, собственно говоря, собирая с них информацию. Я предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. Мы с вами совсем капельку, чуть-чуть посражались. В следующем выпуске, я думаю, сражений будет больше, но все равно очень много сделали. Поизучали город, пообщались с персонажами. На этом пока что все. Я надеюсь, что следующий выпуск выйдет завтра. Я постараюсь это сделать. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!